Всем привет, друзья! Недавно я столкнулся с такой проблемой, как шейный астахандроз. Астахандроз это зачемление нерва в шейном отделе. Это дает определенные симптомы, и у меня были очень неприятные симптомы. Во-первых, очень больно было поворачивать голову, опускать вниз, а также, когда уже прошло какое-то значительное время, то у меня стала эта боль отдавать в руку. У меня рука не мела, я не мог уснуть, и были какие-то очень неприятные ощущения в руке, и мне приходилось ее все время разминать, растирать и так далее. Сейчас я расскажу, что я делал для того, чтобы избавиться от этого астахандроза. Сразу же хочу сказать, никакие мази ничего не помогают, потому что когда защемляет нерв, вряд ли что-то поможет. Поможет только одно, помогут только упражнения. Поэтому я делал три упражнения. Не смотрите те видео, где говорят, вылечим астахандроз, поможем вылечить астахандроз за одну минуту. Это все бред на самом деле. Астахандроз не лечится за одну минуту. Его нужно исправлять какой-то период времени. Делать упражнения каждый день, а лучше вообще три раза в день, четыре раза в день. Сейчас я эти упражнения покажу. Самые эффективные. Итак, друзья, первое упражнение выглядит так. Нам нужно взять какой-то материал и сделать из него рулон. То есть получается вот такая фигня. Ложим ее. И сами удобно ложимся на нее шеей. Ложимся на нее шеей, чтобы шея была в удобном положении. И делаем вот такие вот повороты. Самое важное, чтобы этот валик был твердый, чтобы он не прогибался. У меня немножко прогибается, это не особо подходит. Надо сделать гораздо тверже, чтобы он не прогибался. Следующее упражнение, которое я делал, это такое. Ложитесь так. Ваше тело должно быть на весу. И вся нагрузка должна идти на шею. И делаем такие же повороты. Это более усовершенствованное упражнение, нежели то. Делаем то же самое. Можно почувствовать, как ваши шейные отделы хрустят. Это хорошо, это значит, что они выпрямляются. Делаем так где-то в течение минуты. И последнее упражнение, друзья. Мы должны сделать так, чтобы наши ладони были за головой. Мы делаем упор, нажимаем нашими ладонями на голову. А голову пытаемся наоборот выпрямить. Тем самым создавая напряжение. И тем самым мы немножко раздвигаем наши позвонки. Тем самым они раздвигаются и позволяют нерву выйти из защемления. То есть делаем так. Мы должны держать напряжение. Мы не должны просто качать головой. Мы должны держать напряжение и потихонечку сбавлять его. То есть держим где-то 10 секунд напряжения, да? Давим на нашу голову. И потихонечку после 10 секунд мы сбавляем напряжение. Это первое, да? Второе, то же самое, только в бок делаем. Теперь поворачиваем голову, спина прямая и делаем вот так. Тоже 10 секунд, потом немножко ослабляем. И, естественно, третья сторона тоже. То же самое. Не забывайте, чтобы ваша спина была прямая. Вот. И это очень хорошее упражнение. Я его каждый день делал, там, по разу 3-4 в день. И это действительно помогает. Это было, конечно, такое, что я один раз так делал, делал. У меня одно защемление с левой стороны, оно на самом деле было изначально. Оно у меня прошло и защемило с правой стороны. Потому что я очень сильно делал, ну, давление сильное создавал на голову. И у меня защемило с правой стороны. Потом заново все пришлось делать. И в конечном итоге я все исправил. Так что, друзья, надеюсь, вам это помогло. У кого защемление, то делайте такие упражнения. Не особо надейтесь на мази. Ну, можете купить, конечно, попробовать. Может, поможет. А так, всем удачи. Пока.